Да, это еще один ролик в вашей ленте про то, какой же прекрасный сериал Чернобыль. Но не беспокойтесь, это совсем не все, что я собираюсь вам сегодня рассказать. В общем, не будем затягивать вот это предисловие. Здрасте, вы на канале Сейна, и сейчас я вам расскажу про замечательный сериал Чернобыль и где там позор России. Основную мысль этого ролика выскажу сразу не затягивая. Позор России состоит в том, что этот сериал сняли не русские люди, не в России. Да, и частично он снят в Украине, только 30%. Но режиссер этого не украинец, не русский, не СНГшный, в общем, чувачок. Оператор такой же, такой же и большая часть актеров. В общем, вы поняли. СНГ, для которого это безумно важная тема, для которого это культурный мем. Мы ничего этого не сделали, вообще ничего. Нужно развернуть сейчас мысль по поводу культурного мема. Это то, что знаю я, знаете вы и знаете, скорее всего, большинство просто смотрящих этот ролик. И вы настолько погружены в вопрос, что, допустим, для меня финальные кадры, документальные из самого Чернобыля, где показывали реальные прототипы персонажей сериала, я видел уже эти кадры до этого. Просто потому что, ну, интересовался всей этой штукой, которая происходит у меня там, вот в стране моей или вот в прошлом моей страны. А когда ты просто чем-то интересуешься, тебе вылетают самые попсовые заезженные темы. Ровно как вы если забьете там лучшие места в Петербурге, то вам стопудово вылезут туристические точки. Вот то же самое с информацией. Это мемное место. Чернобыль это туристические, блядь, продажи магнитиков для любого СНГшного человека. И в итоге никто это реализовать из наших не смог. И что мы имеем в Чернобыле? Превосходно воссозданную из мельчайших деталей советскую эстетику, предметы советского быта, вплоть до кусочков обоев, там и радиоприемников, вилок, посуды. Вот до мелочей проработано превосходно. И именно сама атмосфера жизни при социализме, я, конечно, при нем не жил, и не знаю, как было там на самом деле, но, по крайней мере, в сериале она смотрится абсолютно живущей. То есть не какой-то прям очевидно наигранный, что все ходят такие Ленин, 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 Ленин. Притом очень часто в фильмах Российского производства такое есть. А тут нету, тут они все живые. Они живут при этом, многие в это свято верят, но при этом они живые люди. И эти живые люди живут среди панелек. Таких же панелек, в которых живете вот вы, которые смотрите этот ролик. А если вы не живете, то у вас из окна наверняка видно эти панельки. И в итоге эти панельки сняли красиво именно в сериале Чернобыль. Понимаете, вот именно то, что у нас сейчас гуляет по пабликам, до половины моего паблика состоит из панелек, понимаете? Потому что это вот то, что просто есть во мне. Я бы не хотел, конечно, там жить, но при этом они мне кажутся красивыми. Потому что я вот в этом вырос, это то, что из меня уже не вытащить. И не вытащить также из всех остальных, кто вырос здесь. Я думаю, вы прекрасно понимаете то, о чем я сейчас говорю. И в итоге человек, который эту эстетику максимально хорошо и качественно переносит на киноэкран, имеет к ней очень такое отдаленное отношение. И еще больше удивляешься, когда то же самое распространяется и на людей. Эти шахтеры! Вау! Если вы не смотрели сериал, я, если что, не могу вам ничего заспойлерить, потому что он вот за редкими исключениями повторяет исторические события, поэтому как бы сюжет вы уже знаете. Вот вам прекрасный, интересно написанный образ вот этого реального мужика. Он не тупой уволень, он принципиальный человек-скала. Это проявляется характер, действительно. Не какая-то сценаристическая хуйня, как у нас любят показывать там вот. Я просто, понимаете, каждый раз вспоминаю русские фильмы о Советском Союзе, о том времени. И как там показываются вот эти вот образы. И это такая еботека! То есть я могу не запариваться с тем, чтобы приводить конкретные примеры, но вы прекрасно понимаете, о какой деревянности я говорю. А здесь вот эти вот люди, которые, казалось бы, наши люди, хотя образ, безусловно, универсальный. Эти люди показаны совсем не нами настолько живо. Это одновременно удивительно круто, и ты такой, вау, какое прекрасное произведение. А потом накатывает то, что, блядь, да это сняли вообще вот те, кому это сделать было сложнее всего. Разглядеть вообще вот эту вот проблему, залезть, написать этих шахтеров, это все вытащить из каких-то документов, вжиться в чужую культуру, потому что носители этой культуры, блядь, нихуя не сделали. Ну, кое-что сделали, в конце ролика это будет. И это вот эти люди придумали образ бабушки в деревне Чернобыльской, ну, в Припяти имеется в виду, в области. Бабушки, которая там живет, к ней приходит советский солдат, говорит, надо эвакуироваться, а она говорит, что У нас, знаете, солдаты приходили сначала во время гражданской войны, то белые, то красные, потом приходили немцы, потом русские, потом опять немцы, потом опять русские. Ко мне столько солдат приходило, все говорят, уйди, а я говорю, нет. И вот вы сейчас, солдаты, пришли, говорите мне, уйди, а я говорю, нет. Это, блядь, охуенная актерская игра от Михаила Сейна, но вы понимаете, какой исторический срез раскрывается через этого персонажа? Какой сам этот персонаж прекрасный просто комментарий относительно русской культуры? Да, русской, то есть понятно, что эти события происходят в Украине, но вы понимаете, насколько это все близко связано, взаимосвязано, ё-моё. Какие комментарии просто делаются людьми, которые не являются прямыми носителями этой культуры? То же самое касается и образов людей из партии. Казалось бы, если ты не носитель, опять же, этой культуры, если ты вот не пропитан этим, как все, сука, жители и сынке, то тебе придется действительно прям очень сильно покопаться в мемуарах, там вот буквально каждого партийного человека все это сравнить, выбести оттуда тонны левой пропаганды, и вот в этом увидеть какие-то характеры. И в итоге они увидели, знаете, у меня вот один из любимых фильмов, любимых в смысле, что я могу их вот в какой-то день взять и сесть пересматривать. И просто вот я могу бесконечное количество раз так делать, всегда буду кайфовать. У меня этот фильм бесславные ублюдки, потому что в свое время для меня было культурным шоком, что можно показывать немцев вот во второй мировой не тупыми уебанными, вот плоскими, понимаете, а можно показать, что типа да, это были жуткие люди, но они были чертовски умны. Это могли быть маньяки-карьеристы, которые делали бесчеловечные вещи, но при этом это были люди с действительными мотивациями, существующими и понятными. Просто в другом лагере, совсем другие, но люди. И здесь то же самое. Эти партийцы, они люди. Потому что то из одной пропаганды, то из другой пропаганды получаются супер охуенно хорошие пластиковые уебаны, а тут супер охуенно плохие пластиковые уебаны. И ни то, ни то в итоге не несет никакой культурной ценности. Это информационный мусор. А сериал Чернобыль в итоге останется, потому что там они настоящие. Через пять лет сериал Чернобыль не стыдно будет посоветовать человеку, который вообще не знаком с этой ситуацией. Это вот тот самый древний, как мир, принцип образовывай и развлекай. Только развлечение не в прямом смысле, да? А развлекай в смысле увлекай. Ну, сериалы это, понятно, развлечение. И вот стопудово даже жители самой России, про которую это снимается, узнали дохуища нового про Чернобыль именно благодаря этому сериалу, который, мне кажется, снимался в последнюю очередь для русских. Можно подумать, что наоборот в первую. Почему так? Пишите в комментариях. Они дохуища нового узнают, потому что здесь всю ту же информацию, которая и так находилась вокруг них постоянно, возможно, была даже написана у них в школьном учебнике. Здесь им дадут ее хорошо и интересно, по-современному и красиво подано. Сейчас индустрия может вот так. Просто это особенно наглядно видна разница и видно вообще происходящее. То есть, где находимся мы, где находится весь мир, к чему это все идет, это наглядно видно, когда вот вершина вот этих технологий произведения контента, она берется за нашу с вами тему. И резко панельки красивые, и резко у совков характер был, и резко советский человек, это уже не биокоммунистический робот, а живой человек. И самое интересное, это взглянуть на эту ситуацию с точки зрения именно самих продюсеров, режиссеров фильма. То есть, вы снимаете кино, и вы выбираете себе проект. Проект выбирают не на полтора дня, а это долгая работа, которая иногда может занимать вообще несколько лет. И вы, выбирая ее, в любом случае беретесь за тему, мало того, что вам интересно, а которую вы будете в силах реализовать. Потому что все эти люди, они не вот так вот просто там их, в их каких-нибудь там иностранных, блядь, школах рассказали им историю про Чернобыль. Нет, это была огромнейшая работа с документами, которую заранее запланировали. Вот это вот все воссоздать, это пиздецкая кропотливая работа. И вот подумайте, насколько ее легче было бы выполнить условно нашим. Я это уже говорил, но здесь это вопрос именно выбора для иностранцев. Что сериал Чернобыль вышел именно сейчас, потому что до этого, возможно, они думали, ну блин, может за это возьмутся сами эти ребята? У них это там взорвалось, у них там есть вся эта эстетика. Им явно виднее. То есть, понимаете, вряд ли у каких-нибудь там, допустим, британских, французских, голландских режиссеров возникнет мысль снимать что-то про трагедию 11 сентября. Ну, ты просто ставишь себя в очень затруднительное положение. И представьте, насколько долго эта тема не была успешно затронута нашими, что ее в итоге взяли эти люди. А вот, вы что спросите, попыток никаких не было? Никто не пытался рассказать историю Чернобыля? В смысле, в художественном произведении. Пытались. Телеканал ТНТ. Сериал называется Чернобыль. Зона отчуждения. Он выходил с 2014 по 2017 год, и теперь его просто залили на сайт ТНТ. И если у вас есть там... Я не знаю, как смотреть что-то на сайте ТНТ, но если вы вдруг большой фанат, вы можете посмотреть сериал Чернобыль. Зона отчуждения. Чтобы вам было интересно, знаете, какой там сюжет? По сюжету в сериале царит альтернативная история с примесью мистики. Первый сезон про современность, а второй уже совсем про иной фантастический мир, в котором Россия и Америка пошли другими путями за последние 30 лет. Из-за того, что это ТНТ, я не могу вставить вам кадры даже из трейлеров, но, короче, это просто какая-то фантастическая епть. Про то, что какие-то 5 подростков смогли сделать машину времени, и начинается какой-то люто, блядь, дешевый, псевдо-фантастический закрут, и в итоге Чернобыль там как бы вообще очень с краю стоял, и там в основном вот есть идея, что это ядерный реактор, и дальше все. Ядерный реактор, теперь может абсолютно все, что угодно. Люди Икс отсосите. Сейчас ТНТ тут, блядь, выкатит сериал свой про Чернобыль фантастический. Все, вам всем конец. То есть, понимаете, 5 лет назад в ТНТ решили, что, ну, блин, если использовать тему Чернобыля, то точно взять ее как второстепенную, и сделать лютый фантастический сюжет, потому что сама авария-то никому не может быть интересно. Ну, авария, она и авария, да, бывает. Там же нельзя вокруг этого ничего построить. Этого же никто смотреть не будет. Это скучно будет. Вот фантастика, блядь. Значит, СССР не кончился, а в России взорвался вот такой же атомный реактор, потому что они как-то отменили, короче, взрыв в России, и из-за этого он взорвался в Америке. Я чуть почитал сюжет, а там полный пиздец, ребят, просто пиздец. И 5 лет назад они такие, да, понятно, никто ничего не снимет. Проходит 5 лет, западные чуваки делают охуенную драматическую вещь про Чернобыль, и Данила Козловский такой, так, блядь. В 2020 году выйдет фильм «Когда падали аисты». До этого картина называлась «Опасная вода». Собственно, сопродюсер, режиссер и исполнитель главной роли там Данила Козловский. И они конкретно будут снимать историю о героическом подвиге пожарных, которые ликвидировали эту катастрофу. То есть, понимаете, сняли, значит, на Западе интересную штуку про Чернобыль, где полно рассказали про это, показали много судеб, затронули каждый маленький аспект того, кого это коснулось, и в итоге действительно получили полноценное красивое произведение. У нас же так, блядь. Тема популярная. Ну, так сейчас мы возьмем и упростим все до уровня «Хорошие люди-пожарники» и «Злая-злая радиация». Там, значит, покажем вот-вот так вот с гулькин хуй какой-либо исторической панорамы того, кто, где, когда, именно вот, чтобы не выстраивалась никакая сложная цепочка, чтобы не получался у этого фильма мир, а чтобы было одно конкретное простое противостояние. Добрый против злых. Возможно, фильм будет шедевром. Я как бы не могу утверждать это все на этом. Оценочное суждение, понимаете? По тому резонансу, который создал в итоге этот сериал в нашем обществе, то есть, понятно, там не это, какого-то невероятного взрыва в головах людей не произошло, но на это отреагировали политики, каждый оппозиционер посчитал нужным по этому поводу высказаться. Три разных блогана, которые я подписан, в обсуждении этого сериала задались вопросом, «А что, если бы такая катастрофа произошла сейчас при Путине?» Пишите в комментах, кстати, свои варианты, будет интересно почитать. Понимаете, значит, оно сработало. Значит, то, что я вам сейчас описывал весь ролик, оно промелькнуло у всех. Знаете, такой холодной дрожью по спине осознание того, что, бля... То есть, вот самое точное, едкое и определяющее про нас говорят вообще какие-то левые люди. В этой ситуации можно только сказать спасибо большое моим людям с Патреона. Это лучшие люди на планете, которые поддерживают мое творчество. Я безмерно вам благодарен. Также я безмерно благодарен абсолютно всем, кто как-то активничает под роликами, там что-то комментит, ставит лайки, да и дизлайки тоже мне помогают, репостит всяческие ролики. За это все вам огромное спасибо. У меня закончилась, наконец-то, моя сессия. Ура! Сейчас час ночи, и я, типа, записываю в такое супер неудобное мне и моим соседям время. Просто потому, что у меня другого времени на неделе нету. Вот, так что спасибо, что дождались видоса. Вы знаете, где кнопка подписки? А это другие видосы. Вот кликаешь на них и тоже меня смотришь. Что может быть лучше, чем сейно смотреть? Божечки мои! Ура!